Тема благоустройства Керчи не сходит с повестки дня работы главного руководителя города. Сегодня Олег Асачий оценил состояние третьего микрорайона, где недавно прошла реконструкция, и проследовал по району улиц Войково и первой пятилетки. Замечаний коммунальщикам было немного, но все же они были. Касались они состояния тротуаров, бордюров, которые не везде восстановлены и покрашены, строительного мусора на расчищенной от зарослей территории, недостаточного количества установленных мусорных урн. У жителей расположенного рядом частного сектора мэр интересовался, есть ли перебои с водоснабжением. Жалоб не последовало. К слову сказать, во время таких рейдов по районам города жильцы домов подходят к мэру с просьбами, жалобами или благодарностями. Количество первых двух за последние годы заметно поубавилось, а вот признательности за внимание стало больше. В Оршинцево на улице Юнатов в настоящее время полным ходом идут работы по благоустройству. Работники коммунальных предприятий спиливают сухие деревья, убирают лишние ветви, упор делают на их вывоз, дабы не создавать неудобства прохожим, не загромождают тротуары и проезжую часть дорог. Внутри квартальной дороги здесь планируют отремонтировать. В управлении жилищно-коммунального хозяйства подсчитывают необходимое количество строительных материалов для этого и финансовые затраты. Каждый из сопровождающих мэра, будь то его заместитель или руководитель коммунального предприятия, берут на карандаш замечание, которое делает Олег Асачий в ходе рейда. Его по району главный руководитель города завершают у лестницы, ведущей к морю. Лестницу тоже ждет реконструкция, а на территории, расположенной над морем, вскоре появится обустроенная смотровая площадка. Местные жители довольны. Внимание к своему району они ждали давно, завидуя потихоньку тем, где благоустройство уже прошло. Но об этом чуть позже. Пока же благоустройство территории у памятника морским десантникам близится к завершению. Ее уже не узнать. Газонная трава стелется мягким зеленым ковром, высажены взрослые саженцы сосны, готовятся к высадке кипарисы. А хризантемы разных видов создают в будущем месте отдыха горожан неповторимый аромат. А теперь подведем итог рейда. Сегодня рейд за рейдом, рейд за рейдом. Каждый день что-то новое. Что сегодня? Все зрители вашей программы скажут, что мэр играет в показуху. Что я езжу по городу, смотрю. Это ежедневная наша работа. Проверять то, что уже сделано. Понимаете, мы сегодня были на улице ЮНАТО, но мы еще до этого заехали на улице Рженикидзе. Посмотрели детские площадки, недоделки те, которые необходимо сделать, пока стоит еще хорошая погода. Нормальные коммунальные службы стараются, работают. Каждый вносит свою лепту. И не просто вносит, а старается сделать так, как должно быть. Чтобы кирчанам это нравилось. Вот мы сегодня присутствуем здесь на памятном знаке морским десантникам. Это тоже одна из лепт кирчан. И прежде всего наших ветеранов. Этот уголок обещает быть очень красивым. Но обещает, мы посмотрим его через пару дней. И мы скажем, что это действительно сегодня заслуживает уважения людского труда. Работа городского головы заключительства не только сидеть в кабинете, подписывать бумаги, но и вообще-то ездить по городу и смотреть ситуацию, которая сложилась в городской громаде. Жители улицы ЮНАТО в один голос, вот мы проходили сегодня и слышали, что наконец-то и до нас дошла цивилизация. Там еще до цивилизации, конечно, очень и очень далеко. Но я вам даю слово, что и кирчанам говорю, что там будет самый красивый уголок Керчи. Не хуже, чем вот здесь. Ольга Лукьянова, Антон Плотников. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова